Добрый день, дорогие друзья! Давайте сегодня поговорим о коллективном. О коллективном и о его влиянии на сознание каждого человека. Ведь что такое коллективное сознание? Это сумма сознаний участников. Но каким-то образом эти участники создают это коллективное сознание, и каким-то образом это коллективное сознание в обратную сторону закачивает каждому участнику своей программы. Удивительный механизм, очень сложный с точки зрения программного обеспечения, очень сложный с точки зрения влияния в одну и в другую сторону. И я сегодня немножко познакомлю вас, тех, кому это интересно, и кто хочет задуматься на эту тему, как все-таки эти вещи работают. Потому что с точки зрения здоровья коллективное влияние на здоровье человека коллективное стоит под пунктом 1. Вот мы сейчас на курсе работали с программами омоложения, они завязаны с программами здоровья. И первый пункт, который мы меняли и отрабатывали, это коллективные программы. Я их называю спамом или мусором, потому что в коллективном существует очень много программ, представлений, ограничений, ограничений, которые действительно влияют на жизнь. Когда-то мне в жизни повезло, я встретила одного удивительного человека, который мне сказал мудрость, и я ее несу через годы. Он сказал, Наталья, если тебя в жизни кто-то будет ограничивать, ты просто посмотри, перед тобой ограниченный человек. В нашем социуме существует очень много ограничений. По сути дела, вся жизнь человека представлена, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Вот это должно быть так, а вот это должно быть так. К вот этим всем штукам общего характера прилагаются набор субличностей. Вот так должна себя проявлять мать, вот так должна проявлять себя свекровь. Свекровь может быть хорошей, может быть плохой. Мать может быть хорошей, может быть плохой. Сын, отец, сват, брат и так далее. И все вот эти роли, целый гунический театр, он имеет хорошо, плохо, вот так сойдет и другие оттенки. И понимаете, это все наборы поведенческих реакций, полностью неосознаваемых человеком. Чтобы было проще понимать, о каких наборах еще идет речь, есть глобальные наборы, большие, когда человек проявляется как личность. Вот эти наборы реакций прописаны в эго. Есть наборы реакций, которые прописаны в Высшем Я. Есть наборы инстинктов, которые прописаны в интеллекте тела. Удивительные штуки такие получаются. И вот смотрите, с тем же самым ребенком по аутизму мы работаем. Вот мы провели, закрыли кармические штуки. Казалось бы, все, ресурс забрали, энергия пошла. У ребенка есть ресурс на восстановление. Душа говорит, да, мы восстанавливаемся. И дальше можно уже даже этапы восстановления разделить на части. Вот здесь будут запускаться такие инстинктивные реакции, потом такие инстинктивные реакции, потом там выставляются границы, потом, потом, потом. И получается, даже по фазам уже можно разбивать, когда, что будет идти на восстановление у ребенка. Тут у него прописываются вкусы, тут у него прописываются цвета, тут у него прописываются ощущения. И идет набор и формирование вот этих автоматических, неосознаваемых в дальнейшем реакций здорового человека. Потому что у здорового человека они есть точно так же, как у больного. Но у больного они записаны с искажениями по ряду параметров. И поэтому при перепрописывании их надо менять. Это очень большие блоки для работы. И поэтому мы вот когда работаем, например, с детьми с аутизмом, мы постоянно держим связь с мамой. Мы понимаем, вот сейчас вот этот блок пошел в работу, сейчас вот этот блок пошел в работу. Потому что это все наборы инстинктивных автоматических реакций. И они грузятся из коллективного. Потому что в коллективном есть определенные нормы проявления. И они берутся и загружаются туда. Загружаются каким образом? Копированием, господа. Копированием. Если идет копирование, если, обратите внимание, по фазам жизни ребенка, ребенок маленький, развивается, он кого копирует? Того, кто рядом с ним. Папа так себя проявляет, значит для него это норма, значит он будет повторять папу. Мама так проявляет, это для него норма, он будет повторять маму. Если папа с мамой идут в разные стороны, у ребенка глаза разбегаются, и потом возникают проблемы с косоглазием, еще с чем-то, еще с чем-то. То есть пошла физиология уже включаться. Потому что блоки программ взаимоисключающие, они не становятся. И получается человек в этом плане напоминает чем-то компьютер, у которого коллективное занимает невероятно огромную часть жизни. Но это с детства. Это вот если мы смотрим по инстинктивным реакциям, у взрослого это будет уже набор субличностных реакций, субличностных проявлений. И вот так коллективное валит в нас программы. А программы, они еще имеют свои вибрационные составляющие. Например, они окрашены эмоциональным оттенком. Обида, вина, кто кому должен, агрессия, злость, гнев и так далее. Они низкочастотные. Акрас тот, который вызывает разматериализацию, отток энергии из тела человека. Один набор программ радость, любовь, другой набор программ благодарность. Это когда, наоборот, приток энергии в тело. Человек ощущает тогда силу, внутренний вот этот потенциал наполняется энергией. То есть в зависимости от того, какие состояния являются доминантным в коллективном, те и программы и будут подтаскиваться. И если вы обратите внимание в нашем коллективном, на сегодняшний день доминантные программы совсем не высокочастотные. Соответственно, человеку подтягивается, как я говорю, спам или мусор. И человек от этого спама и мусора не защищен, потому что он отрабатывает что-то, осознает что-то, там самостоятельно сел, включился, отработал, например, свои взаимоотношения через радикальное прощение, через технику со своим близким человеком. Вроде начинает выстраивать отношения, а тут открывает, включает телевизор, какой-то психолог начинает грузить свою систему представлений. И эта система представлений не соответствует сейчас, но она выгодна этому человеку, вот здесь и сейчас. И он новый мусор себе загрузил, и снова пошли искажения в отношениях, снова он не искренний. Потому что вот эти вот чужие шаблоны, чужие представления, они забивают душу человека, и человек перестает быть самим собой. Он перестает себя слышать. Когда мне говорят, ну какая душа, у человека нет души. На самом деле много очень людей сегодня, ботов, очень много действительно бездушных. Это набор автоматических реакций с социально загруженными программами. Но при этом вы четко чувствуете, люди, у которых есть душа, но это же обмануть нельзя. Мы общаемся через души, тогда есть искренность, тогда есть открытость в отношениях, тогда вы четко знаете, где вас обманывают, где не обманывают. И человек, когда он открыт душой, когда он искренен, он не обманывает. То есть ему не надо это делать, потому что в момент, когда открыты души, мы являемся зеркалами друг к другу. И если я искренен, то и второй человек открывается и становится искренним. Если я добр, то и второй человек открывается и становится добрым. Но если я в себе подавил злость и одел маску доброты, то во втором человеке я увижу отражение злости, потому что она спрятана у меня под этой маской доброты. И таким образом получается, те моменты, когда мы действительно искренне открыты, мы видим четко отражение в этом мире самого себя. Самого себя искреннего и открытого. Для чего я это все говорю? Потому что, когда мы загружаем кучу коллективного мусора себе в голову, очень часто мы начинаем закрывать себя, когда мы сами себе не ценны, когда мы сами для себя не важны, когда мы в себе не признаем сотворца Бога, мы его куда-то вынесли на солнышко. В таком случае мы начинаем авторитета искать на стороне. И тогда мы слушаем о том, как правильно, как неправильно, как должно быть, что там в этом мире кругом одни мошенники, например, или что там в этом мире все должны вас обмануть. И понеслось, понеслось, понеслось. Когда человек начинает манипулировать другим сознанием, когда у него не открыта у самого душа, и тогда он видит в зеркале такое отражение. С другой стороны, человек может говорить, слушайте, этот мир вообще здесь просто солнечный, радужный и так далее. Не всегда при этом открыта душа. Человек может фантазировать, улетать еще куда-то. Самое искреннее общение и отражающее то, что человек находится в гармонии и в балансе с окружающим миром, это когда мир четко отражает ему, кто он есть. Представляете? Четкое отражение. И таким образом, выстраивая, например, взаимоотношения с коллективным, а коллективное мы где встречаем? В семье, на работе, на улице, везде. Выстраивая отношения, мы четко смотримся в глаза любого человека, в глаза любого человека, как в зеркало. И мы видим в этих глазах себя. И если мы хотим видеть эти глаза, мы их смотрим. А если нам что-то не устраивает, мы проходим мимо. Но самое интересное, что не устраивает еще что-то, мы цепляемся ровно за то, что у нас есть. Либо в жизненном опыте, на флешке жизненного опыта, либо мы сейчас имеем это в активной отработке. То есть мы способны видеть в окружающем мире лишь то, что есть в нас. Представляете? Мы полностью способны видеть лишь то, что есть в нас. И если мы в окружающем мире видим любовь, радость, гармонию осознанно, искренне, вот мы уже пришли к тому моменту, когда мы собрали себя целостного. Вот это магические на самом деле моменты, потому что чем более человек собрался в себя целостного, тем больше он может. Потому что любая сверхспособность, то, что называют общество сверхспособностью, я считаю это обычными психическими способностями человека. Например, способность видеть прошлое и будущее. Кто-то считает это манно-небесной. На самом деле это способность любого человека. Просто загрузился и начинаешь это дело знать. Но для этого надо всего лишь оттренироваться и научиться фиксировать суть информации. Именно информационную суть. Потому что вытаскиваются не образы, не картинки, ничего, вытаскивается информационная суть. Суть есть единица информации. И вот с сутью в нашем обществе тоже есть проблемы. Я отсматриваю видеоролики, там полчаса, час человек говорит, а сути нет. Слова за слова, техниками НЛП цепляются, речь большая, мысли, а дальше идет все по принципу, а ты додумай то, что тебе выгодно. И суть как бы ускользает. Суть отдано на то, что каждый додумает свое. Вот вы посмотрите, как строятся психологические ролики. И таким образом получается у каждого человека, у кого вот на сегодняшний день нету прямого коннекта со своей душой, программа ума достраивает, додумывает, и человек выходит, и суть вот эту информационную снять не может. Если вы вышли на коннект со своей душой, а я давала специально практику, это все тренируется, мы созданы по образу и подобию, господа. Вот просто люди, с которыми вот я тренирую, конкретно беру в работу, тренирую, вы видите результаты, попадание в информацию идет. По сути дела, вот на сегодняшний день от 90% и выше мы попадаем в информацию. И неважно, мы не знаем человека, нам не надо его фото даже. Мы концентрируем внимание на его фамилии, имя, и фух, мы пошли в его информацию. Мы берем ту же информационную суть, берем суть от его души, потому что мы, когда мы выходим на его душу, идет коннект внутри от сердца к сердцу, и идет прямой обмен информацией. И вот эту практику, когда человек начинает слышать свою душу, я специально, например, давала мамам, у кого дети больные аутизмом. И вот обратная связь меня радует. Я иногда считаю, когда мамы обмениваются, и вот они пишут, и я понимаю, вот у этой четко получилось. Вот первый раз она сконнектила. Если она сконнектила раз, она будет коннектить дальше, дальше и дальше. А это что? Это развитая интуиция. Это человек идет дальше, развивается и двигается по пути своего предназначения. Это значит, он слышит свою душу, он становится искренним с собой. И все программы, которые вот сейчас деструктивные в его жизни на этом этапе мешают, они улетают. И человек закрывает так называемую карму. Касательно кармы, большой, очень большой вопрос. Хочу немножко по-другому развернуть ее. Наверное, сделаю отдельный на это дело ролик. Сейчас не буду. Суть в том, что, господа, для того, чтобы действительно быть здоровым, не грузить мусор из коллективного, пока мы рассматриваем, как коллективное на нас влияет, первое правило, услышьте свою душу. Станьте искренними сами с собой. Станьте настоящими сами с собой. Просто услышьте себя, да? И когда вы себя слышите, все, пошел коннект, тогда вас слышат другие. И тогда вы слышите их. Представляете, да? Это все очень просто. И когда вот уже идет движение из этих позиций, то вы будете четко слышать, и у вас будут резонировать те программы, которые это не вы. Это не о вас. И вам это не надо. И у вас включается осознанность, то, что вам не надо. Вы осознаете, признаете. Ну, есть такое проявление. Спасибо, душа, но мы в эту игру не играем. И мы тогда играем в другую игру, ту, которую мы рисуем сами, осознанно. И вот с этого момента начинается моделирование реальности. Но этот момент, по сути дела, можно приравнять к моменту, когда вы отключаетесь от коллективного. То есть вы как бы в нем, и ваше сознание в нем может быть доминирующим. Но при этом вы как бы осознанно, вот в эту игру я играю, а в эту не играю. Вот эти программы беру, а вот эти не беру. И тогда вы как бы и в нем, и не в нем. И видите, здесь возникает закон парадокса, который говорит, и совмести, совмести. Но умом это совместить невозможно. Осознанием возможно. Осознание говорит с вами. Через душу. Представляете? Магия. Магия сознания. Думаем.